Привет дорогие друзья! В Российской Федерации есть военные эксперты. По сути, главный, наверное, военный эксперт Российской Федерации это сумской блогер из Украины Юрий Подоляка. Я не знаю, кому пришла в голову идея сделать из Юрия Подоляки главного военного эксперта, но тем не менее все зрители федеральных каналов регулярно могут созерцать его экспертное мнение. Его так и называют на федеральных российских каналах. Военный эксперт называют по имени-отчеству. Моя персона привлекла Юрия, я до этого его не знал. После того, как я посмел критиковать Министерство обороны Российской Федерации, которая, конечно, победоносно двигалась по Украине. А потом, после того, как я задал вопрос, а где отчет за собранные 460 миллионов рублей на теплые вещи для российской армии, они были собраны, это порядка 8 миллионов долларов. И в принципе Юрий мог просто обнародовать то, что он и обещал. Спецификацию вещей, которые были приобретены, и накладные, чтобы было понятно. Спецификация и цена, все. Но вместо этого Юрий начал отпускать колкости всевозможные в мой адрес, писать всякие глупости. Я не хотел бы в этом вариться. В итоге дошло до того, что он разместил откровенный фейк, связанный со смертью Кирилла Стримаусова и мной. Не хотел бы в этом вариться, но дело в том, что Юрий постоянно упоминает одну вещь, наверное, которая должна вызвать противление ко мне со стороны адекватных людей. Смотрите, друзья, он рассказывает о том, что я спонсирую нацистов. Спонсирую, одеваю, покупаю амуницию нацистам, нацистам, нацистам. Он имеет в виду, нацисты это 19-летние ребята, которых забрали из очередей, и матери, папы которых, в основном матери, обращались и просили купить им каску. Это было еще в начале. Купить им хотя бы каску для того, чтобы они сохранили свои жизни. Я этого не скрывал. Я не считаю нужным оправдываться, потому что здесь не за что оправдываться. И, конечно же, эти вчерашние школьники никакими нацистами не являются. Но для Юрия они являются нацистами. И это я, конечно, делал за свои средства исключительно. Для Юрия они являются нацистами. Он это часто повторяет, и он считает, что то, что спасает жизни этих детей, это плохо. То есть лучше бы они умерли, потому что они превратились в нацистов. В связи с этим я бы хотел обратить ваше внимание на одну занимательную, мне кажется, историю. Дело в том, что до 2003 года Юрий, позже он там был комендантом Майдана, это вы все знаете, и это опять-таки к делу не относится. К относится к делу то, что в 2003 году, помимо политической деятельности, Юрий решил заняться бизнесом. Это предприятие называется метасистемой «Сервис». Оно зарегистрировано в Сумской области. Юрий стал его учредителем и уполномоченным лицом. У предприятий очень широкое поле деятельности. Они занимаются ремонтом, обслуживанием машин, какого-то промышленного оборудования. Ну, короче, в общем-то, всем. И что тут интересно? Дело в том, что это предприятие функционирует. Оно функционирует на дату 10.11.22, не пребывает в процессе приостановки. Мы можем проверить эту информацию по всем онлайн-сервисам, которые существуют в Украине. Мы видим здесь подаляку Юрия Ивановича, ПП, метасистемы, сервис. Юрий не меняет учредителей на этом предприятии, остается в нем владельцем, учредителем и уполномоченным лицом. Кроме того, Юрий, как и положено правильному украинскому налогоплательщику, регулярно сдает финансовую отчетность и находится на учете органов доходов и сборов, исправно платит налоги и долгов перед государством не имеет. Конечно же, Юрий, скорее всего, попытается сказать, что это предприятие не существует. Но с Юрием здесь абсолютно не согласится закон Украины. Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, обязано ежегодно подавать в органы контроля регистрационную карту, подтверждающую все сведения предприятия, включая его местоположение. В противном случае, если вы пропустите срок, следует вот такая вот отметка в реестре. После такой отметки следует суд и процедура банкротства. Юрий, как ответственный налогоплательщик в бюджет Украины, не допускает такого. Я полагаю, что у предприятия все хорошо, иначе не было бы смысла, ну как минимум, наверное, с 2014 года ежеквартально подавать отчетность и исправно подавать регистрационную карту. Я предполагаю, что Юрий скажет, что мы не ведем никакой деятельности, поэтому не платим налоги. Но это ложь. И каждый понимает, что это неправда. Потому что есть масса обязательных платежей, которые в любом случае платишь, и которые в любом случае идут в бюджет Украины. Есть у этого предприятия и телефон. Вот здесь он указан, этот номер, по которому можно позвонить. Конечно же, Юрий Подоляко, будучи выгодополучателем, который находится в Москве, не может собственноручно вести этот бизнес. Неудобно это. Поэтому он перепоручил вести этот бизнес. Дело в том, что у предприятия есть филиал. Зарегистрирован он там же. Да и название такое же. Тоже метасистемы сервис, только код другой. А вот учредитель Подоляко Олег Иванович. Судя по всему, это родной брат, да? Ну, судя по отчеству. Смотрите, он предоставляет услуги консультации. Консультации, как правильно вести бизнес. Консультации вы можете заказывать вот на этом удобном сайте. А вот здесь вот даже залито видео. Ну, к сожалению, оно не пользуется большой популярностью. У него 20 просмотров и 2 подписчика. Ну, это ни о чем не говорит. Вот здесь вот мы видим самого брата. У них даже говор одинаковый. А исполнительным директором там, скорее всего, это отец Юрия Ивановича. Иван Иванович. Хотя, возможно, еще один брат. Ну, смотрите, это предприятие также работает и платит налоги в бюджет Украины. Да, да, да. Той самой, как Юрий говорит, нацистской Украины. Тому самому Зеленскому. Знаете, куда идут налоги, которые приходят в бюджет Украины? Они идут на армию. На снаряды. Которые потом убивают российских солдат. О которых так печется Юрий. Смотрите, тут еще одна история. Ну, если уж Юрий считает, что каска, которую ты покупаешь, потому что мать юного парня, которого выдернули из очереди, не хочет, чтобы он умер в первом бою, абсолютно, ну, ребенок чей-то, да, это плохо, потому что это нацист, то я бы хотел обратить внимание на то, где работает отец Юрия. Ибо Юрий говорил в одном из интервью, что он во всем равняется на отца. Его отец работает в Сумском областном диагностическом центре на скромной должности, вот, подоляка Иван Иванович. Это отец или брат, я просто не знаю, но однозначно родственник. А вы знаете, чем сейчас занимаются практически все лечебные заведения и диагностические центры? Правильно, они занимаются ранеными высушниками. Получается, они их спасают, но далеко не всегда 19-летних и не желающих никого убивать. Я думаю, что Юрий Подоляка может осудить своего отца. Кстати, прямым начальником его отца является некто Жданов Ярослав Олегович, функционер партии Европейская Солидарность. Ну, в общем-то, думал сказать все, но не все. Дело в том, что мы позвонили на предприятие, которое принадлежит Юрию Подоляке. Мета-системы сервис. Подоляка Юрий Иванович. Телефон 0542-653-254. Алло. Алло. Доброго дня еще раз. Выбачь-то, там что-то, звездок зерва, все. Это компания Мета-системы. Я звоню. Ну, у нас это сервисный центр. Ну, так. Юридическое это название. А, то Мета-системы это юридическая у вас название, а так вы сервисный... Да, да, а там у нас сервисный центр. Так, добре. Я хотел вас запитать, чи ремонтуете вы эти автивки, машины? Ну, да, ремонтуем, двигатель, ремонтуем. Ну, все, что по машинам. Диагностика, развалство, дети. Все, все мы делаем. Это чудово. Это чудово. Братику, дивись. Я командир третьей окремой механизованной бригады. Это батальон Чорносич тебе турбует. У нас, это, блядь, такая ситуация. У нас одна автивка. Это Митсубиши Паджеро 2000-го. Там одна автивка. И она, блядь, на цей лепесток, чи как, там, под колесо попав. И мы ехали, мы ехали на данное место. И там, да, и там не только колесо. Там, там, это, пизда, уси. Там, я разъебался, вся, ось, там, ну, тобто, вона все, вона не еде. И что там, меняют, не меняют, там, все похуй. И другая автивка, да. И другая, это, это тоже та же самая марка. Там уже брак, чи что, блядь, я не понимаю. Там двигун, розумієш? Там, они мы заводим, и там, у нас здесь третьего, четвертого разу там заводится, блядь. Вот, ты понимаешь, что... Ну, надо дивиться на месте, что с ней там. А когда заводите, то, что ты проскакиваешь. Может, стартик поломался, может, еще что-то. Может, какой-то немае. Двигун, может быть, и навряд ли. Ну, подивимся, подивимся. Да, я, понимаешь, брата, я там реально гибу, что там, с этим двигуном, я тут, как ретранслятор. Как бы, там, хлопцы, они под сумами будут десь завтра, там, о 15. И нам потребна, там, диагностика, вся эта тема, чтобы отремонтировали уже через, там, тиждень, десь, через 10, там, 11 дней. Мы уже бы, повинны, там, этих, на фронте бути, там. Мы, это, Харьков, под Харьковом, там, залишки пидарев, москалев зачищаемо. Ну, да, надо вести машину. Ось. Так, так. А одна двигается машиной, не? Ни, вона, не, там, я же говорю тебе, брат, там, ось, пизда, там, вона не двигается, там, тягач будет. Тобто, приедет тягач, але, чтобы ты понимаешь, это, вона там тягач, это, бросить тачку, да, вона поедет, вона там, тягач там нянчитися не будет. Тобто, мы тебе, чтобы ты понимаешь, мы там бросим. Ну, да, ну, мы подивимся, может, что-то вырежем, может, поставим что-то, ну, как бы, решаем. В частности у нас есть, как бы, такие. Ага, ага, розуми, да, але, дивись, еще одна такая вещь, меня там завтра не будет, я тебе передзвоню, там, а ты уже напрямую с хлопцами. Хорошо, хорошо. Ну, ты там им какую-то знижку зробишь, там, ну, понимаешь, мы же москалів, блядь, ебать, мы же не для себя. Мы же цей тачки не для себя, это, блядь, на фронт сразу же поедут. Ну, подивимся, конечно, и куда-то сделай, там. Ну, пойдем на встречу, конечно, конечно. Да, бо сам розумієш, ситуация такая, блядь, цих автівок, автівок уже немає, блядь, уже волонтеров все меньше и меньше, а москалів, блядь, все больше и больше. Ну, мы же все повидихалися, повидихалися, скажи, все люди, но не надо держаться. Да, в Москве тоже повидихалися, я тебе так говорю, там, мы, мы бачим, там, все пидорицы, ебани, блядь. Добре, отож, завтра десь, дивись, надеюсь, о 15.00, десь, так, я тебе зателефоную на цей номер, ось, а ты уже там хлопців зустрічай, там, добре? Да, хорошо, хорошо, сделаем диагностику, сделаем, что в наших силах поможем, но если у нас такого не будет, то надо будет шукать, подивимся, может, вырежем что-то, может, не вырежем. Ну, это надо дивиться на месте, сделаем диагностику, и тогда уже будет картина ясна, и мы сделаем, что сможет. Ну, добре, братико, тоді до завтра, добре, тоді до завтра, все, слава Україні! Хорошо, гарам, слава! То есть, подождите, резюмируя, человек, которого сделали чуть ли не главным военным экспертом Российской Федерации, показывают на федеральных каналах, поддерживает, как он говорит, нацистский режим Зеленского, исправно платит налоги в бюджет Украины, те налоги, за которые покупается вооружение, и убиваются российские военнослужащие. Кроме того, этому человеку регулярно отправляют какие-то тексты, потому что, когда мы видим стрелочки, вот эти вот карты, он читает текст за кадром, часто сбиваясь и по много раз склеивая. А больше ничего ему не присылают, ну, там, к примеру, секретные сводки какие-то, или, может быть, так просто, знаете, по дружбе, в разговоре, никто ничего не говорит. Я просто к чему? То, глядя, что сейчас происходит, я бы не удивился, чтобы через некоторое время Юрий Подоляко похвастал, к примеру, каким-то орденом. Потому что он не только смог развести легковерных россиян на много миллионов долларов, но также много месяцев вливал им в уши сладкую ложь о постоянных победах, о том, что сейчас за Гагуевку возьмут и так далее. Дезинформировал их, при этом вполне возможно, получая информацию, которая была бы полезна Киеву. И при этом рассказывая, что все вокруг агенты СБУ и ЦИПСО, что, в принципе, неудивительно. Ну, как бы у меня, наверное, все. А то, что делает его компания, которая работает и исправно платит налоги, ну, вы слышали. В принципе, она не должна, кстати, этим заниматься. И я знаю, что родственники Юрия Подоляки, ему уже сообщили наши интересы. Я думаю, что сейчас, ой, нервничает Юрий. Ну, что уж теперь нервничать. Мне кажется, здесь, вот здесь, все по факту. Пока. И привет тем, кто его назначил. Пока.